Когда мы делаем семинары, многие люди интересуются именно удачей. Можно, наверное, понять, потому что всем нам хочется быть удачными. Какой это удача? Через раз. Через раз. А как значит удача? Когда удача приходит… Ну а ощущения что? Ощущения, естественно, приятные, веселые. А чего вот это? Вот удача пришла. Как это чувствуешь? Повезло. А все угодно. Не знаю. Все, естественно. Автомат. А что-то работа, дороги, какая-то ситуация. Не важно. А внутри, внутри? Что говорит о том, что это именно удача, а не ты сделал своими руками? Удачи. Удачи. Я в ту ситуацию, может быть, похожественный, может быть, какое-то, наоборот, возбуждение. А откуда же знаешь, что это удача, а не то, что мы сами добились и всего все само пришло. Благодаря нашим усилиям. Что это за элемент удачи такой? Когда никаких усилий не прилагал, а вот… Интересно. На таком писать? На русском? Нет. А еще какие-то есть критерии? Один. Катя. Из твоей жизни. Как мы чувствуем, что у Каперна? Правда тяжело ее? Выиграть в лотере это не попало. Но кто-то из вас выиграл? Девчонка, мелочи. А еще курсователем? У меня была удача, но для этого я себя проявила изначально. О, хорошо. Проявить. Получить. Ну, хорошо. А все-таки… Ну, знаете, анекдот, что Бобочка приходит и говорит, мама, была суперудача в школе. Ну, и что такое? Говорит, меня должны были поставить в угол, но все углы были заняты. Здрасте. Походите. И… Катя, вспомнила? Ну, что это, может, во время… Ну, ты удачу не учуяли? Ну, что такое? Ну, вот эти два критерия уже… Кто пришел, здравствуйте. У нас мы говорим о «Jewish luck», «Увлейская удача» и начали, так сказать, общаться и на собственной жизни, перебирать примеры. Вот. Первый критерий, который мы выбрали, что удачу чувствуешь, когда ты чувствуешь, что вроде ничего не сделал, а что-то пришло. Второе. Вот… Сузанна. 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 Сара? Да. Сара сказала, что я себя проявила и получила. Второе. Что-то мы можем добавить? Как мы чувствуем удачу? Ну, очень первое такое… Нет усилий. Да. Правда? Приятно. Сидишь и все, что-то спустил. Какие-то есть еще версии? Давайте я продолжу и подумать, может быть, что-то еще придет. Хотя есть, может быть, еще красные по моей стороне? Нет. Конечно, по моей стороне. На иврите слово «удача» – это Мазаль. Вот это буква «М». Это буква «М». Это буква «М». Это буква «М». Это «Лам». Вокруг этого мы сейчас будем крутиться. Причем начнем мы с глубин. Можно сказать, такой не кабалы, конечно, но из таких… Ну… Добрый цвет. Супер. Спасибо. Но с моментов, которые связаны с числовым значением букв. В принципе, если что-то вообще у нас происходит в жизни, как нужно понять, что от тебя творец хочет? Или что от тебя хочет? Твоя удача. Да, давайте можно и так сказать. Ну, вообще, вся удача, все оно слышит. По-любому все творец. Но если в рамках удачи будет. Мы характеризуем процесс на иврите, выделяем корень. И по этим трем буквам чувствуем, что происходит. Честно попытаюсь немножко объяснить, как это работает. Значит, буква «М». «М» – первая буква «Мазаль». И йоги Матрия 40. Нам о чем-то говорит это число 40? В Египте 40. Хорошо. А что в Египте было 40? Лет. В Египте. Ну, после Египта что? Странствовали 40 лет по пустыне, да? Да. То есть, скорее всего, это будет пустыня. Но замечание очень-очень называется тем. Еще что-то есть, 40? Кто-то помнит фильм «Москва слезам не верит»? Да. Помните выражение «После 40 лет жизнь только начинается»? Да. Пошло повторялось. Правда? А почему? Прошел какой-то цикл, началось что-то новое. «Займ» – это выход за пределом, за пределы материальности. И если это у нас материя, то это у нас цель материи. То есть, ты делаешь какой-то проект «Зачем?» Собрался человек делать одноразовую посуду. «А зачем ты будешь?» «Ты знаешь, мне просто нечего делать. Вот я решил одноразовую посуду делать». У него наверняка есть только бизнес-план, правильно? То есть, здесь тоже нужна какая-то цель. К чему ты идешь? И «Ламы» – это когда мы выходим на определенную гормонию. Давайте сделаем только математическую такую штуку. Вот здесь у нас будет 40, здесь у нас будет 7, здесь у нас будет 30. Мы начинаем отсюда, потом спускаемся сюда и приходим сюда. Да? Если посмотреть на совокупность гематрии, получается 7 и 7. Помните 7 про «Удачливое число» у нас? Откуда это взялось? Все взято у нас. Теперь, почему это «Удачное число»? Чем оно удачным? Давайте посмотрим. «Удачное число». Мы уже с вами сказали, что «Зайн» – это одна из скромных букв, самых скромных букв английского луковедения. Но что мы должны понять для себя из этого? Это точка величия принятия решения. Сейчас объясню. Кто знает, есть такой автор Стиви Коби. Стивен Коби. Он написал книгу, которую многие слышали. «Семь навыков высокоэффективных людей». Может быть, видели в магазинах или еще где-то. По всему миру все ее читают, в бизнес-школах и так далее. Он подумал, потом написал восьмой навык – «Скромность величия». А «Скромность величия» – это «Лак Баомер». Вот тот, кто «Лак Баомер» попался на «Гогу», 33-й день «Лак Баомера» – это «Ход шабеход», то есть это «Мера», определенная прослойка, можно сказать, божественного мироздания, которая сама в себе генерирует нечто. Что она генерирует? Покорность в покорности. А чему надо покоряться? Сейчас посмотрим. Если мы с вами посмотрим, с какого, от какого слова… Давайте «Джойч Лак» уберем. От какого слова произошло слово «вазаль», мы увидим с вами слово «НОЗЕЛЬ». Слово «НОЗЕЛЬ»… Я пишу «печатаны». Слово «НОЗЕЛЬ»… Это, если посмотреть слово «ЖИДКОСТЬ». ЖИДКОСТЬ. Представляете, приходите в аптеку, говорите, можно немножко удачно купить, выпить перед завтраком. На самом деле, если бы у нас были с вами какие-то специальные гугл очки, например, которые бы увидели духовные явления, то мы с вами бы одев их, мы бы увидели с неба спускающийся… Знаете, как искусственный делает такой типа водопад, да? Вот видели, когда они были страны, такие покрыты силиконом, да? Вот если бы мы надели эти очки, мы бы увидели то же самое. То есть, по сути, с духовных миров стекает к нам определенного рода энергетика, которая разнородная. Потому что удача в здоровье – это одно, а если мы митраж с вами откроем, то там написано, что отдельный ангел отвечает за то-то за то. Многие люди, которые это читают, говорят, что за басня? Ничего не басня. Теперь мы с вами понимаем, что ангел – это малах. То есть, вот эта определенная категория энергии, она ею управляет некий поставленный Всевышним, ответственный за это малах. Малах – это духовная субстанция, которая определяет, кому, сколько дать, ровно столько, чтобы не испортить человека развитиемо. в этом субстанции. Так, смотрите. Если мы посмотрим и разберем, как сказать, по составу это слово, то первые две буквы в слове «нузель» – это женские буквы. Почему? Буквка «нун», чем она женская? Слово «накива» женщин. Она считается фундаментальной… гематрия 50, кстати. Фундаментальная такая буква, которая определяет интуицию. Сейчас мы поговорим интуиция и удача. Буква «ВАВ», гематрия 6 – это материальный цикл. Это тоже женская буква. Почему? Потому что женщина у нас ответственна за цикл формирования и рождения ребенка. Первые две буквы, отвечающие за удачу в жизни любого человека, относятся к интуиции. У нас, у евреев. У евреев не знаю как, но у нас, у евреев, именно так это происходит. Поэтому, очень часто, у всех в жизни, я думаю, мы с вами можем собраться и рассказать миллионы историй, что происходило, когда мы не послушали свою интуицию. Помните? Вот это она отсюда идет. А что дальше происходит? После интуиции идет ощущение скромности. Тот человек, который приземлен. Давайте сравним это с каким-то проектом. Например, я прихожу к Рафаэлю и говорю, «I have a great idea. У меня супер идея. Давайте сделаем какой-нибудь там проект IT. Вот у меня есть инвестор, 2 миллиона долларов. Через два года будет 20. Шикарно. Мы пофантазировали. Неделю так нафантазировались, что уже улетели и начали делить эти 20 миллионов. Хотя еще ничего не сделали, да? Знакомое. То, что называется, делить неубитого медведя. Вот это буква М. Буква М – это пойти в прорыв. Когда человеку приходит какая-то идея, он ее загорается. Для того, чтобы он не сгорел, ему надо хамдаун. Приземлись, пожалуйста. Приземлись. Вот это вот переход от сорока к семерке – это соотношение идеи к возможности. Потому что можно быть гениальным человеком, но жить где-то в тьму таракане. И твой проект никому не нужен. То есть, помните в Гералаше было? Здесь рыбы нет, мальчик, когда он там на стадионе пытался, да? Точно так же и здесь. То есть, мы врываемся со своей идеей, а потом останавливаемся. Если этого не будет, то мы, даже найдя деньги на наш проект, мы из-за того, что оторвались от реальности, мы, скорее всего, сгорим. И, между прочим, проект может получиться, но нам уже не нужен. Например, Стив Джокс. Он всего себя отдал корпорации. И в 56 лет хочет ли кто-то из нас такой истории, я не уверен. Стив Джокс. Стив Джокс здесь просто, знаете, как предмет, таких примеров очень много. Человек отдает всего себя. У него нет ни выходных, ни праздников, ничего. Он отдает всего себя проекту. А потом, в конечном счете, происходит, что этот проект либо некому передать, то есть, не оставил детей, либо не воспитал их, как сохранить эту компанию. У меня в консалтинговой жизни иногда бывают примеры, когда человек в очень большой депрессии, и из-за того, что он создал большую махину, некому ее оставить. И ему уже за 70, и он уже понимает, что ему это не надо. Кстати, мы сейчас поговорим с вами об одном интересном вопросе. Почему в 70 лет людям не нужен миллион долларов? Вот. То есть, надо приземлиться. В каком плане приземлиться? Это не значит, что нам не нужно выкладываться ради своих проектов, ради своих каких-то идей. Но это значит, что мы должны не забывать о цели нашего создания. Всевышний нас создал не в Камбодже, не в эквадериальной части Африки. Он нас создал в определенном месте, в хорошем городе Одесса, например. Да он нам страну какую-то, Израиль, нашу страну. Мы понимаем, что у нас есть наша страна, у нас есть наш народ, да? У нас есть, прежде всего, Тора. Это наш фундамент. На этом можно строить все, что угодно. И проекты, и любого рода корпорации, и все. Надо назвать, что это фундамент. Оторвался от него – повис. И зачастую вы увидите много, к сожалению, историй, американских бизнесменов, которые вот так вот повисли и бездумно… Бездумно это все потом уходит дальним родственникам, которые просто разваливают все твое детище, все твои жизни. Просто зачем? Цель? Какая цель? Я как-то вот ввел такую лекцию в общении в Кишиневе. И пришло много людей, и сидел человек знакомый. Айзек его зовут. И вот мы говорили, молодежи было много, все хотят. Условно говоря, миллион долларов. И я говорю, вот, допустим, Айзек, вам нужен миллион долларов? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Просто зачем? Тратить особо не на что. Я говорю, хорошо, а что вам нужно? Да у меня все в порядке. Я говорю, ну может вам нужно общение? Он говорит, да, общение мне нужно. Я задумался и подумал, а ну давайте я проведу мини-опрос такой среди людей, которым за 70. Нужны ли им большие деньги? Я нашел одного в Тель-Авиле. Владелец сети гостиниц. Этот человек думал только о Тель-Авиле. Я за все три дня, сколько с ним там был один, наверное, проект, чтобы он работал. Я у него не слышал ни одного слова. О, дети. О, я не знаю, хобби как он, да, там видно, собираю марки или еще что-нибудь. Только деньги. Деньги, деньги. Деньги ради денег. Оказывается, когда мы с вами в точке... Давайте посмотрим. Еще один график сделаем. Когда мы с вами в точке, условно его назовем 20-30, 25, допустим, или отцепим, да. И когда мы в точке сервиса, у нас меняется не только мировоззрение, но и меняется приоритет. Причем приоритеты в конце отличаются от приоритетов в начале. Вопрос, почему? Ведь если мы с вами, допустим, организовали какую-то корпорацию, то у нас есть стратегия на 10, на 20 лет вперед. И мы стремимся к чему? Чтобы мы достигли в 20 лет, через 20 лет того, что мы установили. А здесь получается, что краткосрочные цели, да, ну, заработать, ну, что еще там, самореализоваться, что еще ставить, допустим, да, вот отсюда. Они доходят, и здесь почему-то происходит глубокое переосмысление. Как и правило, общаясь с одной дамой из авиакомпании, которая банкротилась в России, знаменитая ее компания была, можно назвать ее фамилией, наверное, но не стоит. Ну, я потом индивидуально вам скажу, потому что мы выложим этот урок, мало ли она скажет, а копирай, что-то меня не спросил там или еще что-нибудь. Она была очень грустна, она была уже мультимиллионер в то время, она не знала, что вам происходит в этой компании. Вот. Она была очень грустна. Я говорю, а что вы грустите больше? Она говорит, ну, вот у меня все хорошо, мне много самолетов. Вот муж у меня заместитель, да, постановка вопросов. Он говорит, ну, я не вижу детей, я не вижу смысла жизни. Человек-президент крупной корпорации. Давайте зададим себе вопрос, что здесь отсутствует на этом пути, если постоянно бежать за карьером? Здесь отсутствует цель. Потому что в конечном счете отсюда и выше не имеет значения, обратите внимание, не имеет значения у тебя, я не знаю, сто тысяч долларов или сто миллионов долларов. Никакого. И даже те люди, которые говорят, что я хочу детям оставить, наиглупейшая мысль оставит детям большое состояние. наиглупейшая. Это, ну, при условии, конечно, если дети невоспитанные, скромными и умеющими сохранять деньги. Потому что главное не заработать, а главное сохранить. Очень часто человек, который зарабатывает в точке ноль по чуть-чуть и сохраняет, и тот, кто прыгает сюда и потом все теряет, вот здесь в результате, выигрыш и вот это. На этом построен банковский бизнес. По чуть-чуть, но постоянно. И это, кстати, называется и влезь такой вопрос. Давайте посмотрим, что говорит Тора у нас. Вернемся к нашим двум женским буквам. Тора говорит следующее. В семье, я должен быть, это вот наша первая часть, для определения удачи нам категорически необходимо взаимодействие мужского и женского начала. В трех аспектах. Внутри каждого из нас, и у мужчин и женщин, есть два начала. И мужское, и женское. Они должны быть в мире, и мужское, и женское начало. То есть сердце должно быть в мире с разумом. Не должно чувство превратиться в аффект, а разум превратится в разрывочная идея. Дальше. Вне человека должно быть правильное взаимодействие между женой и мужем. Когда оно есть, без браха. Есть вот то, что мы с вами написали, стекает вот это благословление свыше. И в третий аспект, тоже об этом говорит Тора, уважение к, и дальше перечисляются категории. Учителя Торы, Равин, Хоэн и родители. Таким образом, мы с вами увидели удивительную вещь. Вот эта буква ЗАИН, которая является ключевой, она проявляется вовне. То есть как мы ее видим? Есть ли она в нас, да? Как корневая или нет? В ключевом качестве любого еврейского человека, который называется скромность. Вы скажете, ой-ой-ой, что нового сказано? Дело в том, что здесь мы не говорим скромность о том, что кто-то должен находить там, я не знаю, внешне в костюмах, в юбках или еще о чем-то. Внешне является результатом внутреннего. Мы здесь говорим о том, что человек чувствует свое внутреннее ядро. Вот скромность настоящая внутренняя, вот ты чувствуешь человека потому, что ты видишь абсолютно уверенного в себе человека, который понимает, что он один из, он спокойно общается. Кстати, вы знаете, какая машина у тебя сделает? Какая-то просто от ее... Фальсваген Гольд. Фальсваген Гольд. Четвертый причем, по-моему. Устарый. То есть вообще какой-то... А почему? А ему это не надо. Кому он что будет доказывать? Или, допустим, знаете, в корпорации Икеи есть. Человек мультимиллиардер. Летает эконом-классом, у него Гольда 93-го года. Он спрашивает, почему? Он говорит, а зачем? У меня есть дитё в моей компании. Мне она нравится. Мои клиенты это люди бюджетные. Если я сейчас куплю себе рост рост, буду летать на бизнес сжать? Я перестану понимать нужно этих людей. И дело даже не в бизнесе как в таковом, а то, что мы действительно оторвавшись от этой внутренней точки, которая дается нам свыше с рождения. И если нас не испортило окружение, семья бывает, то есть в человеке не выросла гордыня, то в человеке сохраняется вот этот углазайм, и ему везёт. Во всех случаях. Теперь, что такое везёт? Как мы определим, что такое везёт? Рафаэль вот сказал, первое, что вот чувствуешь, что вроде не прилагаешь усилия, и тебе приходит какой-то подарок свыше. Безусловно. Бывает такое. Катя вспомнила что-то? Угу. Нет еще? Я вспомнила про усилия. Что-что? Про усилия. А, про усилия. Вот. А Сарта говорит, вот если я проявила, получила. Опа, про вы. Это самое интересное. Но давайте мы немножко вернёмся. Вот мы с вами говорили про благословление. Да? То есть, удача приходит в результате благословления. В результате брахи. Как некой брахи. Что такое это браха? Браха – это, знаете, здесь маленькая доска. Или я много говорю? Сейчас. Вот здесь. Браха – это создание возможности тебе почувствовать себя любимым творцом. Понимаете фишку? То есть, ты чувствуешь, что Бог тебя любит. Это на самом деле удача. Ты чувствуешь, что Бог тебя любит просто. Ну, он тебе там послал человека хорошего. Послал заработок. Здоровье. Но если это здоровье, то меньше всего занят. Почему? Вот. Ну, слава богу, что все здоровы. И пусть все будут здоровы. Но на самом деле надо молиться не о деньгах, а о здоровье. Потому что это невозможно купить. Обратите внимание, до сих пор мы с вами можем через айфон отправлять там, я не знаю, какие-то банковские трансферы, осуществлять какие-то все возможные действия. Покупать авиабилеты, я не знаю, дома покупать. Все уже можно делать через смартфон, да? А насморк как 7 дней был, так и остался 7 дней. Грыжу, самую обыкновенную грыжу позвоночную не научились лечить. То есть, фактически, если посмотреть с точки зрения real needs, то, что называется на английском, реально их нужно. Мы остановились в допотопном состоянии. А нам что, создали просто удобство делать то, что мы делали раньше, ну, может быть, медленнее, может быть, с должной интерактивностью. На самом деле, то есть, что нового? Это, у нас, может, это тоже назовь. Назовь тоже назовь, да? Так вот, браха, что это если браха? Это умение оказаться в нужное время, в нужное место. Вот и все. В нужное время, в нужное место. Теперь, в каком аспекте мы будем об этом говорить? Ну, у нас времени-то не очень много. У нас ограничили там до восьми. Есть удача на деньги, здоровье, семья, безопасность. О какой будем говорить? Семья. Семья, да? Все за семью? Или деньги тоже нет? Нет. Деньги есть? Ну, отлично. На самом деле, вы первый раз за все время, мы поговорим о семье. Это намного сложнее, но намного интереснее. Зачем деньги есть, а не деньги есть? Что будет? Вот это чувствуется, интеллект одесский. Я, по-моему, в другом голове, я сразу говорю, я не буду называть его просто. Вот, чтобы не обижать людей. Но там только деньги. Нет, мы хотим, мы хотим денег. Я говорю, а зачем? И беру индивидуального человека и говорю, давай, поехали. Что ты будешь делать? Вот, виртуально, вот он тебе. Сколько ты хочешь? 5 миллионов. Хорошо, 5. Одного мало. Вот то сделаю, то и то. Я говорю, я все посчитал, у тебя осталось 3 500. Что будешь делать? Ну, не знаю. Я говорю, так а зачем? Уверенность. То есть, люди думают, что уверенность, она определяется деньгами. Кстати, не только мы так думаем, да? То есть, как бы весь мир так думает. То есть, ты успешный. Если у тебя есть деньги, это американская философия. Еврейская философия нет. Ты успешен, когда? Когда ты сгорбония. Я вам благодарен за выбор. Придется нам что-то заселить. Потому что семья, это первое, что говорится у нас в Торе, у нас не говорится, это глава Бариши, у нас не говорится и не хорошо человеку быть без денег, как дадим ему депозит. Сказано, не хорошо человеку быть одному, дадим ему жену. Правильно? От этого уже все идет. Теперь. Вот он, наши резкие пирог. Учили психологию вот этим матрицам масло или как она называлась? Давайте попробуем ее тоже здесь нарезать. Как-то там пирамида. Да, пирамида. Неважно. Ну, минимум шестые слова. Семья, деньги, безопасность, security. Извините. Извините, я… Хотите, я напишу безопасность, да? Чтобы не было у нас… Что-то еще здесь есть на твоем коробе? Здоровье. Здоровье. Отлично. Что еще? Удача. Ну а что удача, удача? Лена. Удача, народ. Что-то еще нам надо, помимо этого всего? Мужчинам нужна мудрость. Да. У меня чему тоже? Я сказал терпение. Значит, всем нужна мудрость. А, кстати, терпение – это самая высокая мудрость. Потому что очень часто люди не получают свою браку или теряют именно из-за нетерпеливости. И вы помните, откуда это началось? Саддама, они не вытерпели, пошли к этому, как сказать, дереву. Сейчас мы так обродно, да, говорим? И съели то, что… Если бы съели попозже немножко, то был бы совсем другой результат со знаком плюсов. Съели зеленый и получили минус. Еще что-то есть здесь? А что еще? Удача. А вот она. Удача. Сейчас мы посмотрим, какая пропорция этой формы. Если сказать вседышний. И мы… Все вышли в отпуск. Вернее, он везде, она эта платформа наша. Удача. 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 Давайте поставим вопрос… Выпросите у этого. Потом посмотрим, может быть, что-то еще сделаем. В рамках приоритетов. Все согласны, что семья номер один? Ну, сначала здоровье. А здоровье и семья номер один. Ну, изначально… Ну, здоровье дает творец. Если ты попал… ну, если… ну как сказать… Если в твоей семье, где ты растешь, здоровье не было приоритетом, то изначально, из-за того, что ты растешь, так сказать, в семье, где здоровье не было приоритетом, ты теряешь здоровье. Так что, здоровье или семья? Будем голосовать. Ну, или челесно. Тяжело. Как крутить барабан. Нам нужно здоровье, нам нужна семья. Давайте от этой точки пойдем вот здесь и сейчас. Все здоровы? Да. Верить о здоровье не было, да? Значит, семья нужна номер один. Хорошо. А теперь я задам один вопрос. Если семья – это настолько важно, вы все создали уже семьи? Молодец. А, отлично. То есть, теоретически вы понимаете, да? Но практически… А, теперь, хорошо. А если, допустим, я беру сейчас из сумки, сколько у нас тут, сколько есть, и вот здесь у нас деньги. Я говорю, Дарю, вы скажете, мы молодые? Нет. А, почему? Ну, давайте будем сказать. Нам много не надо. Вот 10 тысяч долларов каждый взяток. Вы скажете, я скромный, оставьте. Не будет такого, да? Правильно? Доступность. То есть, семья – это актив. Давайте чуть-чуть внесем экономики, да, сюда. Потому что экономика-то тоже пошла. Не здорово. Семья – это актив нематериальный. Нематериальный актив. И есть материальный актив. Все-таки материальный актив – это то, что мы можем пощупать. Что мы не можем пощупать семью. В каком смысле не можем пощупать? Мы понимаем, что есть муж или есть жена, есть дети и все, но семья это больше, чем муж, жена, дети с точки зрения физического воплощения. Это некий смысл жизни, который приходит в семью. Правильно ведь? Прежде всего. Безопасность мы можем пощупать? Тоже. Она важна? На каком месте ее поставим? Слово все. На втором. На втором, да? На втором, да? А что дальше? Нет, ну вот она, ух, так безопасности тоже. Если бы мы с вами сейчас создавали компанию, мы бы с вами ничего не создали. Обратите внимание, это намного важнее, чем наша компания, это наша жизнь. И в нашей жизни, если... Знаете, в чем прикол? На самом деле, если не будет ни этого, ни этого, правильно? Меняем? Мудрость номер один. Нет компании тоже. Без этого? Мудрость номер один. Ни от молодости, ни денег, здоровья и всего. О! Значит, семья номер два? Да. О! Кстати, вот кто из вас решил идти на ЭБИ, знаете, что такое ЭБИ? Джак, в ЭТИ, в Мастерово Бизнес Админстерс. Вот это то, что мы сейчас занимаемся, это то, что мы наконец-то начинаем задуматься и сами выстраивать, и благодаря этому учимся активно. Если бы я уже дал годовое, бы вы сказали, большое тебе человеческое спасибо, разошлись бы. А здесь мы понимаем, что мы что-то строим сами. Называется принцип бизнес-кейса. Семья номер два. Да, значит, деньги номер три. Здоровье. О, здоровье номер три. Деньги номер четыре. А теперь давайте только честно. Очень бесплатно. Вот в рамках недели, допустим. Сколько раз вы думаете о деньгах, сколько раз вы думаете о новости? Всем мной в пользу денег. Не кажется ли вам, что есть немножко о чем задуматься? Не думать о деньгах, а не думать о деньгах. Что такое? Не, что я вот так не думаю, но... Сам, сам права. Почему? Потому что на самом деле, статистически, если речь не идет о каких-то, либо через чур закомплексованных девочек, которые в семье росли, так сказать, в разных обстоятельствах, хотят что-то кому-то доказать всему миру и становятся великими бизнесменами, либо там выходцев из каких-то, я не знаю, экстра-богатых семей. Женщины как раз, они дальновиднее в этом плане. И они ищут, и так Всевышний мне их заложил, они ищут возможности продолжить роль. И они понимают, что это главное. Если бы этого не было, две Египты уже стерли, мы бы из Египта никогда не вышли. Почему? У них была опция, мужья пахали там, да, как бабаха было, то, что называется. А была возможность подрабатывать. Египтяне были достаточно ленивые люди. Можно было там, там подработать, заработать что-то денежку, там платье купить новое. Они брали еду, накрашивались, шли, несли еду. Муж добрел после еды, это нормально. И благодаря этому заводилось больше детей. За скобком вы понимаете, что происходило. Поэтому Тора говорит, что жена, почему совета, все спрашивают советы у жены. У нее есть бина, вот она, у нее есть интуиция, которая у мужчины меньше выражена, чем у женщины. Интуиция в каких вопросах? Как раз материально-бытовых. В духовных вопросах обязанность у мужчины учиться. У женщины нет этой обязанности. Почему? А у нее в сердце Тора уже вся, что мы учим разумом. У нее в сердце это Тора. Поэтому сказано, спроси советы у жены. И прими, конечно, сам решение, но обязательно спроси советы. Потому что тогда 99%, 1% тоже надо предусмотреть. Всякое же бывает, может, ты не услышал, что она сказала. Сам что-то не додумал, да? В 99% поступишь в парень. Все, да? Катастрофически заканчивается время. Если 7-0 в пользу денег, я скажу три слова об этом. Просто из уважения нашим мужчинам. Я понимаю, что девочка может быть не очень, а не интересно. Слушайте, весь этот штук, если вы. Слово «деньги», если посмотреть оригинальное, как оно пишется, вы же сами уже глубокие, так сказать, каббалисты. Мамон, вы видите, что здесь? Пара. Пара. То есть деньги, как таковы, у них очень сильная материальная природа. Теперь, если человек всего себя отдаст, у него деньги. То есть нет в этом проблемы никакой. Обратите внимание, дальше какие две буквы? Вафин, лун. Материя, 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 материя. То есть все слова «деньги», фактически, полностью, все буквы, все новые я сказал. Давайте посмотрим дальше. Написано миллионы книг у нас. Как стать богатым? На самом деле, цель этих всех книг самому обогатиться. То есть как я заработал свою первую книгу, как заработал свои 10 миллионов? Абсолютно бесполезные книги, за некоторым исключением. Почему? Мы с вами сказали, вот она формула. Нужное время, нужное место создает для нас Творец на основе того, насколько мы получаем браку. А как мы эту браку получаем? И здесь есть понятие небесного депозита. Давайте так уже говорим. Нарисуем, к примеру, есть банк. Ты в Дене, например. Я здесь. Раз же я попал. Принесли. Маркетинговая акция. Только сейчас принеси 13% по валюте годовых, все посчитай. Ой, это не у нас. Ну, не важно. 9, 9, хорошо, 7, не важно, все равно много. 5,6. 5,6, да. Ну, если принес много, это 7. 5,6. Посчитали на калькуляторе, принесли на год, заключили контракт, все понятно. Час прошло времени, деньги ушли, мы пошли по своим делам, да? Прошел год, получили свои проценты. Еще что-то, что-то получаем в течение года. Может быть, если есть опция, каждый квартал тоже получает свою капитализацию. Больше мы банка не слышим и не видим. Если хороший маркетинг, то нам еще, наверное, какую-то виза платином, еще что-то, еще что-то подвяжут на банковские услуги. И в конечном счете цель такая, снять с нас побольше комиссионов, а не про пивден. То есть это пивден и хорошего. А в основном какая цель? Бизнес, бизнес и только бизнес. Теперь, давайте посмотрим, что такое небесный банк. Как его назовем? Давайте назовем Скайбанк. Приват. Да, правильно. У каждого из нас с вами в Скайбанке есть отдельный депозит. Серьезно. Этот депозит изначально, когда мы рождаемся, изначально мы с вами родились, там уже хорошо лежит. А откуда мы это знаем? Слава Богу, родились здоровые и сидим сейчас здесь. Слава Богу, есть разум, есть какая-то мудрость, есть какие-то идеи и так далее. А где мы это все взяли? Ну как, в образовании, школа, Левман, Кушкин и так далее. Хорошо, а для того, чтобы это понять вообще, вот это все, оно здесь уже было. А ну-ка прийди, я не знаю, изданный хороший, как он называется? Приват Барн, да. И скажи, я положу на свои 100 тысяч гривен при условии, что 50 уже будет у меня на счету. И скажи, дядя, ты чего? Правильно? Небесный банк работает совсем по другому принципу. Это у нас написано в ТОРе. Как это у нас написано? Если ты будешь, это, кстати, недельная плава наша, если ты будешь ходить по моим законам, если будешь соблюдать мецвод, и так далее, то тогда я тебе дам и там список. Дам все, ни в чем не будешь нуждаться. В другой недельной главе отказана следующая пропорция. Обратите внимание. Если ты идешь со мной в сторону, то я тебе даю благословление на тысячу поколений вперед. Тысячу. Нехилый процент, да? Умножьте, ну, всем до 120, да? 120 тысяч лет такой, да? Бонус. Передо мной не снилась такая многих теми нападения. А если минус будет? Если, не дай бог, не про нас будет сказано, потому что меня уже 4. Представляете? Степень... Это математика, прошу вас, не воспринимайте меня достойно в данном случае. Но, чисто так, как аналог, посмотрим, да? Степень хеседа, степень рахамима, то есть это любовь и жалость к нам, к дворцам, в 250 раз больше, чем наказание. В 250 раз. Более того, у нас есть самый выбор. Мы можем сюда не ходить. Ну, периодически, конечно, все равно хочется что-то там напортачить, то, что называется, да? Но у нас есть выбор. Мы можем расти над собой и можем сделать себе ограду и не заходить сюда. И быть только в этой группе. Теперь. Категорически не надо воспринимать, что если мы в этой группе, мы смотрим на свой онлайн-аккаунт, да? И у нас там все растет. В нашей земной жизни. Если мы с Торой, это не значит, что нам будут повышать зарплату каждый месяц. Если мы с Торой, то у нас есть возможность быть в нужное время, в нужном месте, в главных вещах. Обратите внимание, я этого не говорил. Вы сами сказали, что деньги – это номер четыре. Поэтому Всевышний нам в нужное время, в нужном месте пошлет что? Прежде всего, мудрость. Это наши книги, это законы и так далее. Как результат, любая, все знают, как он сам сказал, да? Один час изучения Торы, разноназначен 29 миллионам медсот. Один час. Как результат? Мы же, когда генерируем эти буквы, когда мучим, женщины, в данном случае у женщин другая немножко специфика. У женщин основа – это упор на добрые дела. На добрые дела и развитие сниюта, развитие скромности. Мужчины – это упор на изучение Торы, ну и все остальное тоже, естественно. Так вот, каждая буква, которую мы изучаем, попадает сюда. И здесь у нас растет. Но как? Вот это даже не было открытым уж и не равноидом. Нам закрыта информация, какую награду и какая мы получим. Иначе мы бы все торговались со всемишним. Я это сейчас сделаю, а это я потом сделаю, а это сейчас, а это тогда. Мы бы обязательно торговались. И оно должно расти всю жизнь. Теперь представьте себе, что дальше мы возьмем одну семью. Семья Гольденберга. Дальше, ну, человек хорошо прожил, по-моему, еще до 120, ушел. Все, что он здесь заработал, на тысячу поколений вперед. А теперь, представьте себе ситуацию, не дай бог, что вот здесь, в 2120 году, какой-то из Гольденбергов решает на всю катушку получить удовольствие от жизни. Говорит, не парьте мне, пожалуйста, голову, непонятно, как мы там виртуальными вещами, я буду жить здесь и сейчас. И что происходит? Он ничего не делает, ему идет потрясающая удача. Мы с вами смотрим, что происходит? Я тут пошел, как папака, то ручью, там, жена, то, дети и так далее. У меня, так сказать, падают с ног. Этот вообще ничего не делает, ему идет. Посмотрите назад немножко. Ведь на самом деле, он просто тратит, и нам неизвестно, насколько хватит этого сына. И, как правильно, такие истории заканчиваются тем, что совершенно неожиданно этот человек просто не про нас будет сказать. А вот дальше, что происходит, надо не с нуля начинать, она должна с минусом начать. Потому что этот парнишка зашел в минус. И на четыре поколения вперед, если, конечно, одно из этих поколений не, скажем, не предпримет дополнительные усилия, на четыре поколения вперед будет то, что называется неприятности, расплаты. Кто-то же должен за это платить. Этот товарищ, мало того, что выстратил все деньги дедушке, так еще там напортачил так, что эту семью ненавидят, не дай бог. Кто-то за это должен платить, кто платит. Вот это нам не надо. Что нам надо? Нам нужна вот эта часть. Когда ты, благодаря чему, правильному расставлению приоритетов кладешь на свой небесный депозит каждый раз копеечку. Как это копеечка называется? Митцва. Митцва. Я помню, когда мы проводим уроки по семейным делам, разные шламбай, у нас есть митцва, любить, уважать жидов. Митцва закон. И когда слушают другие люди, не относящиеся к ним, а что это вот такое за примитививство? Что это за расчет? Обязан. А где же любовь, чувство? Я говорю, жена? Да, жена. Сколько? Ну, вот. Семь лет уже. Я говорю, любовь, чувство? Конечно, люблю жену. Я говорю, скажи, пожалуйста, а тут цветы, когда ты, вот почесался. Восьмой марк, ты знаешь, а мы на шаббат приносим каждую неделю. Если не на шаббат, у нас праздники есть как минимум пять раз в году. Если не это, то еще что-то. А еще вот это есть. Кто-то так задумался, почесался. Говорит, а какие еще законы есть? Так вот, митцвот, это, другими словами, духовные доллары. Давайте так это называем, духовные деньги. То есть, для того, чтобы нам было понятно, Тора нам дает возможность самореализации, но нам что? Что я, что? Вот мужчина, сказано, радость мужчины, это мясо и вино. Так сказано на истории. Поэтому жена, желаю возить мужу, делает классное мясо, покупает хорошее вино. У женщины какая радость? Украшение. Украшение духи. Есть даже такая Аллаха, по-моему, даже это в статусе Аллахи, что нельзя жить в районе, где нет профилерного магазина. Серьезно. Жена будет страдать. Жена будет страдать. Почему? А у нее заложено, чтобы муж к ней тянулся. Она хочет выглядеть красиво. А у мужа что заложено? Чтобы она чувствовала себя хорошо, чтобы она чувствовала себя довольной. В этой интеракции, обратите внимание, мы не можем заходить дальше, чем я сейчас говорю, потому что нам нужно подучить массу других моментов, но там где-то совсем наверху, совсем наверху у нас нет места. Там где-то совсем наверху действует это следующее мнение. Есть две половинки. Одна. Вторая. Когда они лицом друг к другу, вот сюда спускается браха, вниз. В эту семью, на землю, на всю землю, наспособствуем тому, что мир есть на земле. Каждый, одной лицовой, наспособствуем тому, что преображаем весь мир в том числе. у конкретного человека, у детей, спускается браха. И не дай Бог наоборот, когда, то что называется, жена отворачивается от мужа. Вот здесь есть по бокам судебные приступы. Давайте так. Когда разворачиваются они, силы получают они. И спускаются что? Суды. Суды это то, что мы не хотим, не праздновать сказки. Это болезни, это неприятности и так далее. Теперь вопрос, в чем здесь? Допустим, у кого-то еще нет мужа, жены и так далее, и тому подобное. Мы же с вами говорили в самом начале урока. Вот этот принцип у нас внутри. Сердце должно дружить с разумом. Мы с вами должны понимать, что есть лицоводы, и делать их с любовью. С любовью. Потому что Всевышнему подачки не нужны. Ему вообще ничего не нужно. Всевышний абсолют, он самодостаточный. Но что? Он хочет, чтобы мы ощутили радость Симхата, радость от того, что мы служим ему. В результате появляется радость от того, что ты узнаешь мудрость твоей. В результате появляется человек, который тебя достоин. В результате появляется и здоровье, и деньги, и все остальное. Еще хотелось бы отметить одну интересную вещь касательно чемодельных сзади. Например, допустим, Сара любит вязать. Ну, любит вязать человек. Ну, что ты с ним сделаешь? Нет, допустим, я к нему... Нет, Сара, ты должна учиться быть диспетчером. Я не хочу быть диспетчером. Я люблю вязать. Что ты хочешь от меня? Я вот открою производство. Например, буду шить вязать. Мне это нравится. Одина, например. Одине нравится очень. Ну, программировать что-нибудь на компьютере. Или, допустим, готовить. У нее классно, получится какой-нибудь ресторан. Так нет, мы придем, скажем, ты знаешь, с этого момента ты будешь заниматься ремонтом квартир. Закажите, оставь меня в покое. Это называется шорошный шамар. Шорошный шамар это корень души нашей. Этот корень, он у нас постоянно посылает наши корневые импульсы. То есть, из-за этого человек, экстраверт-интроверт, из-за этого он тянет сюда и не сюда. Вот это наше душевное... Теперь, если мы с Рафаэлем, вот у нас тянет делать какие-то, постоянно, что называется, движняк, организовывать какие-то там все. Отлично, нет проблем. Но при условии, что есть вот это. Если мы отдадим себя полностью вот этому всему, фенито. То есть, мы, может быть, сделаем эти проекты, но мы не проживем жизнь так, как хочет творец от нас. А мы должны учитывать, что он от нас хочет, потому что, что он вывел нас из земли Египта, в этом есть корневая составляющая. Если мы, да, понимаем, что у нас есть, помимо этого, лестница, сейчас я объясню, что это такое, то мы понимаем, что помимо того, что мы хотим самореализоваться, мы должны взять и перетянуть материальное в сторону духовного. Помните сон Якова? Лестница, когда он не распускается, поднимается. Вот здесь у нас то, что мы заработали с вами, а здесь у нас скайбанк. Вот здесь по пути, как это называется? Сдакан. Тора дает четкое обещание по поводу сдаху. Тот, кто дает сдаху, не виднеет человек, если он дает сдаху. Всевышний даст ему возможность сделать больше и больше, потому что суть мироздания перетянуть материю в духовность. В глобальном уровне суть еврейского народа показать другим народам, что такое Бог, глобальная память. В нашем тактическом маленьком микроплане это не только самореализоваться, да, где здесь слово я больше всего, обратите внимание. Вот мудрость это творец, альтруизм. Семья это sharing, да, чтобы поделиться. То есть здоровье, ну да, вот тут уже слово я больше, собственно, здоровья. Но опять же, ради первых этих двух, но вот здесь оно наиболее всего я. Поэтому, когда Иса говорит сяковым преданным здесь, и сейчас вот это красное-красное. Здесь и сейчас красное-красное можно сравнить с примитивным мышлением заработка с сегодняшним днем, не веря в завтрашний день. Это политика Иса Иса. Всевышний говорит, ты пошел другим путем, ты выделил мне, ты мой народ, и я дал тебе Тору, чтобы ты жил по Торе. И мы с вами согласились, что нужна мудрость. Теперь, конечно, вы скажете, есть мудрость врожденная, но ее же надо тоже развивать. Поэтому нам донатура у каждого мужчины и женщины у них вместе есть задача реализовать вот эту лестницу, перетянуть материальное духовное. Не все. 10 процентов, 20, то сколько решить? До 30. Больше давать нельзя, потому что с каждого обеднеет человек, и тогда сердце его объединить в отношении 20. Но 10. Но мы обязаны отдавать. Почему? Потому что так написано в Торе. Если мы это все делаем, Тора нам обещает, что у нас будет гораздо больше понимания, как оказаться в нужное время, в нужном месте. Вы же сами понимаете, что все чудеса, которые у нас происходили в жизни, мы же их не можем объяснить. Я случайно, вот я даже не думал, я шел и вот встретил его. А как? Почему случайно? Ведь поговорив с ним, тот ушел с другой формацией, и вообще поступил в жизни, может быть, совершенно по-другому, чем планировал. Или заработка, что касается. Вот там, случайно ехал в поезде, в самолете, в машине, не знаю где, встретил того, то, 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 то. Все совпало, сделал, сделал. Все эти случайности это вот отсюда. Это не благодаря тому, что, благодаря этому, конечно, но пришло оно оттуда. Посмотрите, сколько людей есть богатых или богатых и несчастных, и богатых и неудачников. Они вкладывают не туда, вкладывают не туда. Дополнная история. А, ну самое интересное, что, не, все кипит, все кипит, но все сырое. Так вот, Тора говорит, что если ты, это глава, не попытай. Если ты будешь ищи по моим законам, я обеспечу, что ты увидишь результат. Ведь ничего нет хуже, чем ты вкладываешь и даже делами даже с этими потерями никого. А в то, что ты вложил в это душу, время и так далее, а в конце концов пустота, суета. Не то, не те партнера выбрал, не туда пошел, не туда вложил, конечно, вообще. Все суета, все это время можно было потратить с семьей, с ребенком, не знаю, с мамой, конечно, все это с родителями. Понимаете? Поэтому, как говорится, я очень спробую давать с ним. Если вы захотите, мы можем в следующее воскресенье сделать вторую часть этого. Я бы просто хотел сделать несколько важных выводов для нас с вами. Если посмотреть на идеал нашей ситуации, Тора нам говорит, переложили всевышнего свои заботы, и он все за тебя сделает. Это идеал. Мы не можем пока приблизиться к этому идеалу на нашем уровне. Чисто теоретически, если у нас стопроцентная вера в Творца, нам не надо заботиться о заработке. Ну да, естественно, нам надо сделать какое-то что-то в этом мире, там, я не знаю, позвони, там, что-то где-то. Но деньги, как будто, знаете, как будто легко будет. Почему? Потому что всевышнему очень милый человек, у которого сто процентов веры. У нас не сто процентов веры. Ну, я так думаю, как себя. У нас, ну, где-то поменьше будет. То есть у нас есть элемент рациональности. Насколько больше в тебе рациональности, настолько больше ты должен делать в этом материальном мире. И называется это иштадлут, да? То есть ты должен больше делать, так сказать, движение в этом материальном мире. Но что да, надо помнить. Всевышнему ему не проблема дать тебе столько, сколько ты хочешь. Но вопрос зачем? Какова цель? Если у нас с Рафаэлем цель построить, допустим, Ешиву в Иерусалиме, нам нужно 20 миллионов долларов, и мы впрыглись в что-то, у нас очень святая цель. Если мы это не делаем ради того, что там тут написано большими буквами, что это Рафаэля и Давида Ешива, и будет видно ее еще с Итсадждода, то может быть Всевышний нам пошлет браку на это все. Скорее всего должно так при всех прочих равных и быть. А если нет, а если нет этой цели, представьте себе, что мы вроде бы начали какой-то процесс строительства собственной личности и вдруг нам упало на голову десятки миллионов чего-нибудь. Очень, очень много людей сгубилось именно из-за того, что они взяли на себя вот эту непосильную ношу денег. Не только денег, любого материального благословления. Что с этим делать? Куда это все девать? Время, заботы. Всевышнему намного лучше известен наш потенциал. И задача наша притянуть именно еврейскую удачу, которая заключается в гармонии. Потому что когда у человека гармония, он спокойный, он счастлив. Ведь цель жизни это не удача, цель жизни это радость. Можно быть удачной, но постоянно ныть. Что еще хочу больше, еще хочу больше. Суть этого всего это служить творцу в конечном счете с радостью. Семья это тоже служение творцу. Все, любой этот аспект, возьмите сегмент, это все служение творцу. Даже деньги. Как? Мы с вами сказали. Вот оно. Поэтому важно запомнить этот принцип и не ошибиться в приоритетах. чтобы 7-0 в пользу денег, ну, оно, знаете, чтобы они начали проигрывать по тем параметрам. И дело опять же здесь не в деньгах, а дело в принципах. Вы должны ему показать, что ты для меня творец номер один. Ради тебя я хочу это, здоровье, все. И тогда все остальные моменты идут гораздо легче, чем мы зациклены, допустим, не знаю, на какой-то нашей эгоистичной цели чисто ради самореализации. Самореализация нужна, но это, извините, 30% в нашей жизни. Ну, самореализовался ты. Я помню, впервые, когда я хотел очень в детстве управлять самолетом. Просто бредил этим. И, конечно, все еще подрос, делал себе лицензию, но сел. Ну, интересно. Второй, третий, пятый раз. На десятый мне было менее, я уже проспал. Там были полеты, ну, маленькая авиация. Дом думаю, наверное, нужен большой самолет. Договорился. Все. Дали поводить большой самолет. Материальное, оно конечно. В конечном счете, когда ты достигаешь этого всего, оно неинтересно уже. Должна быть высокая цель. И она может быть в личной нашей жизни. Это наш человек, которого мы нашли, с которым мы идем. Но прежде всего нужна мудрость. Может быть, наша пара, она уже, она готова там, она ждет нас, но не потратит немножко терпения, сдохи. Ну, скажем так, в мудрости тоже есть свой кругач. Это и Тора, и Шаббат, и Кашрут, и все остальное. Поэтому, давайте будем думать об этом. Если нам Рэбе Гаврииле разрешит, то через неделю, в воскресенье, мы сделаем продолжение. Хорошей недели у вас. Спасибо за субтитры Алексею.